Добрый день. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Бурков. Добрый день, Александр Иванович. И уникальная возможность спросить, задать вопрос Александру Ивановичу по поводу его поездки на фестиваль ножевой в городе Тьерр, город Франция. Александр Иванович, несколько слов о ножевом фестивале. Как все это проходит? Ну, ножевой фестиваль, как бы выставка, она уже в городе Тьерр уже 27, то есть 27 лет она проходит. Мы на ней участвовали второй раз в прошлом году весной и вот в этом году опять участвовали. В общем-то, в принципе, интересно, понравилось и будем продолжать, я думаю, участвовать в этих выставках. Большая выставка. Да, выставка большая. По участникам. По участникам. Она общеевропейская, в общем-то, но не очень большого, не очень сильного уровня, не очень высокого, но такого среднего уровня, но все равно участвуют профессионалы, участвуют люди с мировым именем, Жан-Пьер Мартин, Жан-Пьер Суширас, голландцы, итальянцы, то есть целый ряд мастеров из Европы. Из России кто-то присутствовал? Ну, кроме вас, какое количество участников было? Да, в прошлом году было четверо или пятеро, по-моему, участников, в этом году было уже десять участников. Да. А вы не могли бы, ну, так не могу вспомнить, сколько, кто именно? Ну, были мы, естественно, был Златоуст, две компании, это Герасим Владимирович с Нижавеющим Дамаском, был АИР, крупная компания, был из наших мастеров нижегородских, города Павла, был Ульданов, был Марушин, был Красников, нет, не Красников, прошу прощения, Курсанов, тоже на букву К. Это Дмитрий Курсан, он не ножевик, но он сопутствующий товар, то есть, как бы, шкатулки и так далее, делает очень даже интересно, и нашел своих потребителей, то есть, очень интересно выставлялся, я думаю, что, как говорится, на перспективу, в общем-то, в принципе, съездил он нормально. Кириллов Володя был, Бойс Холанов с Санкт-Петербурга, ну, в общем, вот нас было здесь человек, мы так все стояли вместе. То есть, Россия была представлена? Да, ну, там вот так все уже заведено, то есть, как бы, был зал с мастерами французскими, то есть, он как бы сложился уже исторически, а следующий зал был, это приезжие, это итальянцы, голландцы, бельгийцы, мы, россияне, ну, и ряд фирм, там еще целых две больших палатки. Александр Иванович, а вот, на Ваш взгляд, интерес к работам российских мастеров, вот как Вы можете это рассказать, Ваши впечатления? Ну, французы, вообще, такой народ, в общем-то, доброжелательный, очень хорошо относятся, не обязательно к России, вообще к мастерам, те, кто занимаются непосредственно производством, рукоделием, то есть, изготавливают ножи, те, кто заняты ручным трудом. То есть, к тем, кто что-то производит, относится очень уважительно, как своим, так и, будем говорить, гостям. Но, конечно, к своим производителям они относятся очень патриотично, то есть, это заметно, это вообще, ну, как бы, уже заложено. А как это проявляется? Вот патриотическое отношение к своим производителям? Проявляется, что они обязательно, придя на выставку, они обязательно приобретут для поддержания производителя своего французского, они обязательно приобретут нож, именно французский нож. То есть, если будет выбор, то они, естественно, приобретут своего производителя продукцию. Ну, естественно, так как, все-таки, мы тоже интересны и и мы не были обделены вниманием как и продаж так и вообще-то в принципе больше было как бы демонстрации продукции демонстрация дарами на выставку да даже не обратили его внимание каким образом француз выбирает себе нож какие критерии ну критерии абсолютно во-первых наверное карман это то есть ценовой категории естественно укажу свои разные но критерии критерии больше статические динамика эстетика красота нежели будем говорить вот это заметно нежели страна техническая у нас все-таки более технари то есть и наш покупателям более относятся к технической стороне то есть франция есть франция да и мы стоим и продажами мы стоить никак не пройдешь это заметно заметно обращать на себя внимание да то есть это натуральные это натуральные материалы дерево кость так далее это вот обязательно присущи а то есть именно француз француза стараются делать именно то что вообще и дорогие хорошие матери а вообще европейцы не обязательно французы французы тоже обращают на это обращает на это внимание да то есть технически может быть во первых у них нет абсолютно клейма из какого металла сделан клинок а то есть почему то есть у нас это считается у нас и говоря без номера обязательным номер один твердость там и так далее так далее то есть они к этому немножко по-другому относятся пусть их нет клейма на клинке достаточно там их вы имени ну то есть достаточно того что сказал мастер и никто не будет сомневаться в том что поставил там другую железяку да да даже если будем говорить там какие-то но мы же мы любим все испытывать так что сами знаете как у нас все это происходит мы в ноже хотим видеть все сразу и бритву и лом и колонны топор и монтажку и даже может быть ружье ну и начинаем естественно испытывают да а я говорила еще наверно раз и еще с экрана могу рассветить что нужно покупателю если вам нужна стамеска я сделаю стамеску если вам нужен ломик я сделаю ломик если нужно бритва я сделаю бритву не может не это разные где-то совершенно разные это понятно что и твердость разные и технические характеристики разные абсолютно разные нельзя все в одно испытывать запекать ножек а вот санвант вот в работе французских мастеров на что вы обратили внимание что вам понравилось в общем тут понравил понравился то есть очень большой выбор раперых разных мастеров там первых очень много складных ножей у них то есть вот у них да вот как исторически сложена в общем то вот обязательно штопор это наверно для каждого француза потому что как бы франция вина страна виноделия обедает без бокала до без бокала вина и это присуще прямо буквально везде 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 и отдельно и с ножом и штопор это везде вот ну и фиксированные тоже с фиксированным клинком очень много большой выбор и разноплановый вот но конечно что сказать относительно кузнец конечно естественно там все это меньше гораздо чем у нас вот развита в россии у нас гораздо это более прогрессивно более продуктивно то есть разновидность кузнец разновидность дамаска всевозможных кузнецов у нас это поставлен очень просто широко гораздо больше все-таки франция из франции но все равно интересный александр а вот как вы считаете как вы оцениваете перспективы бизнеса наших российских производителей вот ну в европе продаж ну вообще перспективы они всегда есть если ты этого хочешь наверно то есть как бы чего-то добиться ну не просто будем говорить приехать и сразу что-то продать ну и здесь этого не получится а там тем более то есть всегда любом случае конечно конечно это первые приглядываются и покупатель приглядываются и организаторы выставки это не просто так вот допустим приехали и тоже ну да вас пригласит вы там будьте участвовать но все равно они очень будем говорить относится к своим производителям бережно то есть и дозировано запускают на свой рынок и на те руки представляет интерес когда какой-то до пересечения какой-то в общем бизнеса ножевого вот я имею в данном случае вот такой вопрос как вы щели как на ваш взгляд как вы считаете вот имеет смысл строить бизнес с европейцами пытаясь продавать туда напрямую или все-таки через представителей каких-то ну например напрямую то абсолютно это это невозможно во первых и даже с представителями языковой языковой барьер смотря где-то в какой стране будешь продавать если во франции то французы вообще на французском только говорят и даже если не знают английский да не стараются нам не стараются на английском не отвечать у вас есть представитель вот свой президента у нас есть у нас есть представители в швейцарии ну как бы они на всю европу приехали они к нам здесь мы познакомились в россии то есть как бы целенаправленно не к нам приезжай к нам там приехали к нам мастерскую два раза приезжали мы к ним приезжали то есть дело далеко не простое вот именно опять же языковой барьер он немножко то есть перевод перевод технический перевод он немножко отличается бывает сложно вот это вопросы какие-то решать но тем не менее хочу отдельно сказать о представителях если они хотят заниматься начинают заниматься будем говорить как представители в данном случае в нашей компании туфор дженс вот то они очень хорошо работают в плане раскрутки вкладывают в бизнес в общем то заметно заметно вкладывает и отдать должен сказать спасибо за это вот мы естественно мы тоже стараемся не подводить но по-моему не первая компания александр ванч который работает уже со своими представителями в европе то есть как насколько знаю компания и работать по моему южный крест работает по такой смея и насчет южно-петербурга и до рамки для суприм да 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 темы больше в германии уже до суприм работает то есть не кто идут в европу они все-таки пытаются через развивать через каких-то своих владельцы которые имеют представление о бизнесе именно да обязательно да совершенно александр а вот впечатление на ваш взгляд ну как вы оцениваете вот русских ножах ну а российских ножах у тех иностранских с кем вам удалось пообщаться в любом случае как мы выглядим мы выгоним на вот если даже вот мы участвовали уже в тьере участвовали на си как париже и опять вот на 8 собираемся на фиксы на си как вот опять же но в разные конечно продукцию говорить может быть но в целом качестве меди продукции абсолютно разные может быть но в целом в отношении очень хорошие то есть теплые хорошие отношения и организаторов выставки и член вот через торгово-промышленную палату то есть как бы вот наша выставка проходил то есть мы как являемся член торгово-промышленной палаты и нас тоже пригласили вот французской торгово-промышленной палаты то есть было все очень хорошо подготовлено то есть доброжелательно прекрасно то есть нормально естественно пока в каком-то там будем заработки вообще речи нет абсолютно работа на перспективе это работа тоже на перспективу да это ночь насколько я знаю и ваша работа была отмечена на этой выставке расскажите пожалуйста ну в двух словах там кто участвовал как это вообще все проходило и образом вообще выбираются и оцениваться ножей вот на во франции в тьере ну в общем то мы были приглашены когда на выставку то есть уже попросили нас поучаствовать то есть мы кого согласились и отправили фотографии в конкурсе в конкурсе да вот ну случайно все это потерялось конечно там и в принципе это рабочий момент и вроде мы уже как бы и участвовать не хотели но последний момент все таки подали заявку привезли наши изделия ну и оставили вот участвовал более 30 участников не только французы и мы там с других стран участники были комиссия очень интересно комиссия в общем-то создано то есть там в комиссию входил лучший повар тренер футбольной команды то есть совершенно люди никакого к ножам отношения не близкого и близкого не имеющие ну там может быть был там человек который имел отношение к ножам но не все абсолютно ну и грубо говоря каждый человек они не рассказывал свое мнение и отцена оценивался вот так вот получилось что у нас ценили в общем-то под номером один первое место у вас окна 2 3 место за 2 3 место заняли французские изготовители там тоже один человек один как бы у него фирма была небольшая участвую много там был участник 20-30 человек участвовал вот какая работа как она называется ваша работа которая заняла первое место наш нож скинду то есть как бы сделан он на клинке занимал первое место вот уже изготовлен давно у нас вот мы решили его выставить во франции успешно выставили очень рад что работа наших мастеров так высоко оцененная вида да очень приятно если у вас планы вот другие выставки посещать вообще вот как у вас складывается с зарубежными выставками ну стараюсь у нас в общем-то приглашают и блэд-шоу в соединенные штаты но пока ну скорее всего может быть представитель наш туда поедут но мы нет пока не будем осваивать с европой да ну немножко я так думаю все таки мы немножко не нам поближе и поближе и по расстоянию поближе по понятиям по духу так сказать всем ближе наверное вот 8 в париж потом в милан в италию тоже хочется съездить смотреть ну естественно наши наши русские выставки здесь в москве само собой наш александр иванович благодарю вас за интересные ответы в вашем бизнесе надеюсь увидеть вас и после следующих ваших зарубежных выставок было бы интересно услышать и впечатление уже и из из италии из других стран но я бы еще хотел как бы завершение в общем-то нашего разговора не только рассказать о выставке за рубежом ну и хотел бы сказать вам большое спасибо за вы все таки и название у вас русские ножи и за то что вы занимаетесь подвижением русских ножей на рынке на российском рынке за поддержку большое вам спасибо за раскрутку ну и за человеческие отношения спасибо за свои условия до новых встреч всего доброго до свидания